Продолжение следует... Ну, фильмы, в общем-то, показывают до сих пор по разным каналам, мне периодически звонят, что вот там это показали, другое там что-то показали. Ну, так что... И что такое информационная война? Это перехват управления вниманием людей. И здесь я могу это, как бы сказать, рассказать на своих примерах. Когда-то, несколько лет назад, в одной из программ была тема о том, как я помогаю детям, оказавшимся в трудно-жизненной ситуации, в трудном положении. И на этой программе ни я, ни те герои, которые были на этой программе, мы ничего плохого или там чего-то ужасного, или чего-то обнажающего, чего-то там супероткровенного, никто из нас не сказал. Но те люди, которые монтировали эту программу, в эфир выдали со своими подписями. То есть они просто какие-то титры туда добавляли. И вот это и был перехват внимания. И в результате возникла мулька о том, что я сдала ребенка в детский дом. И никто же не стал ничего проверять. И много лет это вот так вот идет. И сейчас это тоже они как бы начинают использовать. И то, что уже было огромное количество опровержений, что этот ребенок еще никогда не был в детском доме, что родители у него никогда не были лишены родительских прав. И что, ну то есть, это просто ложь от и до. Ну, это даже в голове не умещается, как это может быть. Но до сих пор люди, вот эти, ну Цепсо или кто-то, они это тиражируют и говорят, ну вот посмотрите, какая она на самом деле, там, значит, бросила там ребенка. Ну как так можно? И уже думаешь, ну что же с ними делать? Что же сейчас делать, чтобы уже наконец кто-то перестал с ним? Да, ну, наверное, ничего. Это я вот говорю, как они перехватывают внимание, да? То есть, вывод для зрителей какой, для людей? Пожалуйста, шевелите мозгами, вы как бы факт это подтверждающий возьмите. Я разве про это сказала или этот парень про это сказал? Или кто-то про это сказал, вот открыл рот и сказал это? Вас эта ситуация до сих пор задевает? Вы научились с этим жить? Это я привела как пример. Ну как сказать, научилась жить? Я с этим просто не живу, да, потому что я живу реальной жизнью. Да, да, но я имею в виду, все равно это так или иначе где-то существует параллельная вселенная рядом с вами. А ну где-то существует, я к этому не имею отношения. Ну просто получается, что когда я говорю какие-то важные вещи, тут же появляются люди, говорят, да зачем вы ее слушаете? Она на самом деле вот то-то-то сделала. И уже люди, которые могли бы, к примеру, прислушаться к тому, что я говорю, полезного, у них возникают сомнения. А может быть, и тут она как бы тоже, понимаете, вот это идет очернение имени не только моего, да, но вообще имени очень многих патриотически настроенных людей. Это определенная технология как раз с той стороны, и они этим не мешаются. И вот то, что касается вот случаев, которые, вот два случаев, которые совсем недавно произошли. Вот, хотел поговорить, да. Когда я сказала о том, что, дорогие родители, ну у нас как бы нет же вот начальной военной подготовки, да, и мы должны сами обеспокоиться. У нас сейчас везде есть фитнес-клубы, но давайте все-таки мы будем уже, чтобы это были спортивные клубы, спортивные секции, чтобы это было как бы не понарошку, а чтобы это было по-настоящему, да. Мы должны заниматься здоровьем своих детей. Мальчики должны быть не девочками, они должны быть инфантилами, они должны понимать, что они защитники прежде всего. Но тут же вот эти вот люди, они перехватили и вывернули чуть-чуть по-другому. Мягко говоря. То есть они вначале, как бы сказать, вы посмотрите, она призывает... Растить пушечное мясо с младых ногтей. Родители должны просто растить убийц. И в результате, вот что я хочу подчеркнуть. В результате вот этот перехват управления, то есть вот эту черноту, к моему грандиозному удивлению, подхватило очень много блогеров, которые, скажем так, в последние два года были, ну, скажем так, нашими единомышленниками. И возникает вопрос, зачем ты это делаешь? Ты прослушай все интервью, ты услышишь, или ты хайпуешь. Нет, значит, они хайпуют, они понимают, что тема горячая, вы произвели фурор, надо на этом оттоптаться. Виталий, ну, суть ведь в чем? Если ты очерняешь, в данном случае, мое имя, то ты работаешь против интересов своего народа. Конечно. Потому что я говорю, ребята, давайте, ну, пожалуйста, мы не знаем, что будет дальше. Наши дети, наша забота, если мы хотим, чтобы наши дети были живы, здоровы, мы не знаем, ну, как бы, что судьба им уготовила. Давайте мы подготовимся. Ведь в Советском Союзе всегда была поговорка раньше, хочешь мира, готовься к войне. Да, да. В начале войны подготовка в школах. Это было всегда. И это было нормально, это было естественно. И мы себя чувствовали, как бы, достойно, уверенно, что да, мы это умеем. Мы всегда были защитниками, и мы должны быть готовы, если что, защищаться. И это настолько очевидно, потому что мы живем в одной из самых богатых стран мира. Мы очень лакомый кусочек. Разумеется, его нужно защищать. Что тут странного, что тут сложного для, как сказать, понимания этого. Ну, понимаете, это просто часть западной пропаганды, выставлять русских бесконечными убийцами. И вот еще, вот можно я вот в этом связи продолжу, что люди, которые вот это стали тиражировать, мне хочется их адресовать к уже новейшей истории того, что проводилось в последние 10 лет в школах Украины. В школах Украины. Не знаю, в каждой или не в каждой. Но я знаю огромное количество роликов. Более того, они у меня даже скачаны. Они у меня существуют. Все задокументировано. Задокументировано. Для ГАГи. Да. У меня есть ролики там 8-летней давности, 7-летней, 6-летней, 5-летней. Как украинские школы готовили и продолжают готовить детей к войне с русскими. Друзья, это была Ольга Будина. Не просто акториса, но и человек с большой буквы. Лично моя позиция. Спасибо. Спасибо вам большое. Увидимся, друзья. Спасибо, друзья.